Литавры и геликоны, трубы и барабаны, военная выправка, невероятная слаженность и четкость движений. Грандиозный торжественный первый фестиваль духовых оркестров «Майский вальс» прошел на Площади Свободы в Сестрорецке. Неожиданная для многих форма выступления для военных оркестров – это плацконцерт, это выступление с движениями, с пением, с различными сценировками. Это хороший спектакль. Сегодня здесь выступают лучшие военные оркестры Санкт-Петербурга, ну и не побоюсь этого слова, страны. Участники военных оркестров, музыканты военных оркестров – это первое из чего военнослужащие, которые так же, как и другие категории военнослужащих, проходят специальную подготовку и боевую подготовку, и специальную подготовку. Это наше основное предназначение – исполнение музыкальных произведений на духовых инструментах. Но также все требования к военнослужащим в полной мере распространяются на военных музыкантах. Фестиваль был приурочен к празднованию 79-й годовщины Победы Русского народа в Великой Отечественной войне. Под руководством военного дирижера, начальника военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа подполковника Павла Гернеца в этот день звучали любимые музыкальные композиции и песни Великой Победы. Для жителей и гостей курортного района выступили военные оркестры Ленинградского военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Оркестры военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова и другие. Смотреть и слушать выступления военных оркестров – занятие крайне увлекательное. Здесь и яркие продуманные музыкальные аранжировки, и своя хореография, и даже номера с вокальным исполнением. «Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход, Может он в порту на якорь станет в самом начале дня, И словно руку трапка мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранее, везет собой меня, А море синее, а волны сильнее, И стала узкой полоской земля. Но нет желания, скажу заранее, Сойти на берег с того корабля». Вы знаете, сложно выделить кого-то, потому что каждый коллектив – это же творческая единица. И это, без сомнения, свой самобытный подход и к репертуару, и к движениям, и сопоставлению этих программ. Поэтому каждое выступление уникально. Зрители активно встречали выступающих аплодисментами. Организаторами мероприятия выступили администрацию курортного района Санкт-Петербурга и Дом культуры и творчества курортного района. Организаторы заявляют, что события такого масштаба в курортном районе еще не было. Теперь этот уникальный фестиваль можно по праву назвать визитной карточкой нашего района.